Здравствуйте! Между процедурой педикюра в салоне проходит в среднем примерно три недели и в это время необходимо поддерживать ваши ножки в хорошем состоянии. Поэтому сегодня я решила показать вам уход в домашних условиях с профессиональной продукцией немецкой компании Гиболь. Дома я очень люблю использовать соль для ванны с розмарином. Я покупаю упаковочку, в ней находится 10 пакетиков, хватает соответственно мне примерно где-то на месяц использования, то есть два-три раза в неделю я делаю ванночку по 7-10 минут. Во-первых, я делаю ножную ванночку для размягчения, дезодорирования и дезинфекции кожи ног. В педикюрную ванночку наливаю воду, температура примерно 37-40 градусов в зависимости от времени года и от ваших личных предпочтений. Добавляю соль. Эта соль содержит питательные компоненты, которые глубоко проникают сквозь поры кожи, за счет чего быстро снимают боль, предотвращают повышенное потоотделение и появление неприятного запаха от ног. Аромат ванночки также прекрасно успокаивает, снимает напряжение, поэтому я люблю делать эту процедуру в конце дня. Далее достаю ножки из ванночки, протираю полотенцем и аккуратно зашлифовываю стопу педикюрной пилкой. Я использую двустороннюю пилку, с одной стороны она более жесткая, ей уделяю особое внимание зоне пятки и с другой стороны она более мягкая для шлифовки и зоны плюсны, также для пальчиков, необходимо снова зашлифовать пяточку. Хорошенько споласкиваю ножки, тщательно протираю, не забывая промежутки между пальчиков. Следующий этап это легкий массаж с препаратами по показаниям. Мы рассмотрим с вами два наиболее часто встречающихся варианта. Влажная и сухая потрескавшаяся кожа. В первом случае мне больше всего нравится использовать пенку колюсан фреш. Она продается объемом 40 и 120 миллилитров. Вот 40 например как у меня. Если у вас влажная кожа, необходимо нормализовать потоотделение, устранить избыток влаги, приводящий к появлению неприятного запаха пота, а также защитить кожу от заражения грибковыми заболеваниями. Также я бы посоветовала вам использовать утром пудру для ног объемом 100 грамм. При регулярном использовании ее хватает примерно на 2-3 месяца. Она помогает содержать ноги сухими, очень хорошо смягчает кожу и предотвращает появление запаха и грибковой инфекции. Наносится она непосредственно на кожу, а также можно насыпать в обувь, носочки, что очень удобно и приятно. Особенно рекомендуется как профилактическое средство от натирания летом в открытой обуви. И утром и вечером я завершаю процедуру нанесением масла. Активное вещество данного масла квадримазол, который эффективно защищает от грибковых заболеваний. Масло рекомендуется всем, кто проходит курс лечения ногтей от грибковых инфекций, как профилактическое и укрепляющее средство. Ломкие ногти станут эластичными и ухоженными, приобретут также натуральный блеск. В состав входят антисептики, они предупреждают воспаление кожи, которое может возникнуть после процедур педикюра и маникюра. Давайте рассмотрим случай с сухой потрескавшейся кожей. После ванночки необходимо насухо протереть кожу ног, аккуратно зашлифовать педикюрной пилкой жесткую кожу вдоль трещин и зону плюсной под пальчиками. Сами пальчики и обязательно нанести мазь от трещин. На сами трещины можно даже заложить мазь в трещины и оставить на какое-то время не в тиран. Данная мазь решает проблему жесткой, растрескавшейся сухой и грубой кожи. Очень хорошо заживляет трещины и раны. Она содержит также эфирные масла, пантенол, бесоболол и питательные жиры. При регулярном использовании мази ваша кожа станет более эластичной. Средство защитит растрескавшуюся кожу от инфицирования и облегчит ее болезненное состояние. Мазь может также использоваться для рук, как средство, которое заживляет трещины. Затем на всю ножку я наношу легкими массажными движениями крем для загрубевшей кожи. Он прекрасно увлажняет, подходит для ухода за сухой и чувствительной кожей ног. Очень хорошо восстанавливает и поддерживает естественный баланс, усиливая этим защитные функции кожи. Крем также содержит антибактериальные противогрибковые компоненты, поэтому ежедневное применение гарантирует отсутствие запаха пота, воспалений и грибковых заболеваний. Рекомендуется также для ухода за диабетической стопой. Также вы можете использовать крем гидробаланс, у меня объемом 75 мл, для ухода за сухой и чувствительной кожей. Это средство, основанное на маслах облепихии и авокадо, очень хорошо размягчает огрубевшие участки кожи, уменьшая их новое роговение. Алантаин способствует регенерации клеток, за счет чего крем выполняет еще и функцию омоложения кожи. Мне нравится чередовать эти препараты. Вечером я наношу мазь от трещин и крем для загрубевшей кожи, а утром более легкий крем гидробаланс. И обязательно наношу защитное масло на ногти и кожу вокруг них. Как альтернативу вы можете использовать защитный антимикробный карандаш. Он эффективно защитит ваши ногти от любых инфекций, сделает их более эластичными и крепкими. Его очень удобно носить всегда с собой в сумочке. И еще плюс, с одной стороны у него есть очень мягкий пластиковый пушер, чтобы вам легко было ухаживать за кожей ваших рук и ног в любой момент. Не забывайте, что это средства индивидуального пользования. Да, еще хотела обратить ваше внимание. На всех упаковках есть аннотация на русском языке с полным описанием действия средства и рекомендациями по их использованию. Мне кажется, это очень удобно. Надеюсь, что теперь ваши ножки будут довольны. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!